Новый хозяин севера. Почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике? Посмотрите на эту фотографию, какой красивый кораблик. Ледокол в смысле. Статья Нария. Новости за 18 июля 2020 года. Николай Протопопов. Сверхмощная ядерно-энергетическая установка, способность преодолевать 4-метровые льды и непревзойдённая скорость хода, в Приморском городе Большой Камень на судостроительной верфи «Звезда» начали строить самый крупный в мире атомный ледокол проекта «Лидер». На днях состоялась первая резка металла для корпуса судна. Как новый ледокол усилит позиции России в Арктике в материале РИА Новости? Атомный гигант. К 2033-му должны построить три таких атомохода. Первый будет готов к эксплуатации к 2027-му. Стоимость оценивают в 130 миллиардов рублей. По словам разработчиков, новый класс ледоколов не имеет аналогов в мире и отличается исключительными техническими характеристиками, позволяющими круглогодично проводить караваны через льды Арктики. Энергетическая установка «Лидера» – два ядерных реактора по 315 МВт. Это в два раза больше, чем у реакторов ледоколов предыдущего поколения. Мощность атомохода на винтах – 120 МВт. Ледоколов оснастят современными системами связи, навигации и разведки ледовой обстановки. 200-метровый лидер водоизмещением 70 000 тонн сможет идти по 2-метровым льдам со скоростью 15 узлов, а максимальная толщина льда при прокладке трассы – 4,5 метра. Столь высоких показателей достигли в том числе за счет особой конструкции корпуса ледокола. Так, впервые в истории судостроения, каждое поперечное ребро остова, шпангоуты, формирующие внешние обводы, уникально по форме. Это обеспечивает не только высочайшую проходимость через льды, но и прокладку судоходного канала шириной около 50 метров. Ледоколы предыдущего поколения пробивают трассу шириной не более 36 метров и идут по льдам не быстрее двух узлов. Экипаж лидера – 130 человек. Всех разместят в комфортабельных каютах, предусмотрены места для нескольких десятков пассажиров. Дальность хода ограничена только продовольственными запасами, которых хватает на 8 месяцев автономки. Ледокол действительно будет уникальным, рассказывает РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Нинашев. Размеры судна. Его форма позволяет в два раза сократить время прохождения Северного морского пути. С вводом в строй лидера резко возрастет привлекательность арктической коммуникации не только для российских компаний, но и для зарубежных. К слову, 90% мировых грузовых перевозок в условиях пандемии коронавируса обеспечивал флот, ведь авиасообщения ограничили, а автомобили между континентами не ездят. Вот еще красивая фотография. Это 3D-модель ледокола «Лидер». На все случаи жизни. Россия строит атомные ледоколы в первую очередь в экономических целях для развития транспортной отрасли. Однако у всех судов такого класса двойное назначение. При необходимости ледоколы могут выполнять и задачи, не свойственные гражданским судам, охранять территориальные воды и обеспечивать безопасность страны. Поэтому конструкция лидера допускает размещение различных видов вооружения. Судно всепогодное, нет ограничений по автономности хода и штормовым показателям, отмечает Ненашев. На ледоколы можно установить артиллерийские комплексы системы противовоздушной обороны, но придется полностью переучивать экипаж, либо набирать новый, потому что задачи у гражданских и военных моряков разные. В годы Великой Отечественной ледоколы часто привлекались для важных боевых операций. Например, судно ледового класса «Анастас Микоян» в 1941-м переоборудовали во вспомогательный крейсер, оснастили зенитными пулеметами и артиллерийскими орудиями, в том числе 130-мм установками с дальностью более 25 км. «Анастас Микоян», приписанный к Черноморскому флоту, участвовал в обороне Одессы и Севастополя, десятки раз вступал в бой с кораблями «Криксмарины», позже совершил рекордный по дальности и сложности 9-месячный переход из Батуми в Анадырь. На фотографии ледокола «Анастас Микоян». По словам экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, ледоколы нового класса подтверждают лидерство России в арктическом регионе. «Без ледоколов освоение Арктики бесперспективно», подчеркнул он. «Эти корабли повышают и обороноспособность страны». Арктика – самое опасное направление с точки зрения нанесения ударов. Сегодня задачи Северного флота расширились. Военные моряки очень плотно взаимодействуют с Росатомфлотом, так как ледовая обстановка нестабильна и постоянно меняется. Кораблям Северного флота зачастую требуется проводка через льды. Северный флот, конечно, обладает определенными возможностями действий в ледовых условиях, но не в той степени, которую обеспечивают полноценные ледоколы. На фотографии атомный ледокол – 50 лет победы в Северном Ледовитом океане. Стратегический регион К Арктике сегодня приковано пристальное внимание ведущих держав мира, и каждая всеми силами пытается усилить там свои позиции. Так, в мае впервые за 25 лет в Баренцево море вошла группировка боевых кораблей 6 флота ВМС США. По официальной информации Пентагона для обеспечения безопасности, сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками. Три ракетных эсминца типа Арли Берг и британский фрегат Кент пробовали у самых границ России несколько дней. По мнению военных экспертов, это напрямую связано с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в регионе. Арктика – это объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов целого ряда государств. Здесь периодически действуют ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. Многим не дает покоя то, что главный хозяин Арктики и Северного морского пути по-прежнему Россия. Запад всячески старается потеснить Москву на этом направлении. Поэтому России приходится не только строить гражданские ледоколы, но и усиливать боевыми кораблями ледового класса военно-морской флот. Так, через несколько лет Северный флот получит корабль проекта 23-550 «Иван Попанин». Его задачи – охрана арктических водных ресурсов, конвоирование и буксировка в порт задержанных судов, сопровождение и поддержка судов обеспечения вооружения, автоматическая артиллерийская установка АК-176МА и зенитный комплекс. При необходимости Попанин сможет нести ударное ракетное вооружение, контейнерный вариант комплекса «Калибр». От других патрульных кораблей флота он отличается тем, что способен преодолевать лед толщиной около двух метров. На фотографии патрульный корабль ледового класса «Иван Попанин». Николай Протопопов – новый хозяин Севера. Почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике?